всем привет сегодня мы записываем новый влог сегодняшний наш гость дана канапина да она является основательницей а также шеф-кондитером кафе кондитерских для крем дорогие друзья мы находимся в кафе для крем по адресу до стык до стык 1а запомните этот адрес дана расскажите пожалуйста когда вы открыли первую локацию самый первый был открыт на хайвеле это был очень маленький милый во французском стиле бутик мы немножко потом изменили наш дизайн в целом а так это было 100 квадратов включая наше производство то есть изначально вообще самый первый ли крем я открывала для себя вот просто для своего удовольствия я представляла себе совершенно не так как вообще во что это обернулось я пекла дома это мне нравилось это было моим хобби вообще мы переехали только в новую квартиру значит и тут через несколько месяцев значит когда я уже пеку пеку в какой-то день я такая смотрю на все это там коробки с шоколадом тут мешок с мукой тут в общем формочки куча всего да и я почувствовал что какой-то уют моего дома куда-то девается захожу в гардероб там у меня два морозильника стоит то есть я такая уже понимаешь что там часть продукции уже не помещается в этом же гардеробе и где-то уже на балконе зима и тут месяц где-то был февраль приближалась весна супруг мой говорит как-то сидит такой говорит у тебя как у лисички уже горит скоро начнет балкон таять что делать будешь я такая не знаю я говорю мне вот не нравится что и дома уют пропадает ангар ну давай найдем какое-нибудь тебе маленькое помещение и ты там просто будешь печь и просто отдавать там витринку поставим и ты будешь своим там клиентам отдавать на тот момент ингредиенты я все таким чудом доставала то есть у меня и друзья супруга ездили во францию там в европу общем едут я такая обязательно позвони пожалуйста при захвате кто-то тот это сама везла постоянно то есть если нормальные женщины везут с европы туфли и одежда у меня полные чемоданы это продукты формочки какие-то ну то есть у нас вот вообще не было ничего на тот момент вот действительно а либо вот с москвы привозили ингредиенты 15 до 15 год был мы все делали сами то есть несмотря на то что я хотела найти какого-то консультанта кто бы у меня проконсультировал в том плане что какую печь покупать то есть я же вообще домохозяйка которая на своей домашней печи пекла там какую печь правильно убрать там какое оборудование но пришлось вникнуть сами уложились в тот бюджет который рассчитывали я конечно боялась потому что ну как бы на тот момент у нас мы вложили практически весь семейный бюджет да какие-то сбережения то есть и супруга мне как-то так ответственно страшно потому что ну я практически восемь лет сидела в декрете и не работала и тут говорю а тут такие затраты как для меня это было естественно непривычно я бы сказала вы по образованию если не ошибаюсь финансистки финансиста получается обучились кондитер самостоятельно просто для себя из интереса для читал других ваших людей что вы ездили на обучение сначала в москву проходили первые ваши курсы будет двухнедельный да 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 потом я уже стала ездить в европу через год это франция потом барселона потом сеул ну то есть у разных шефов несколько раз я ездила в европу также питер юн кондитер китайского происхождения но живет уже с детства в чикаго но он пекарь и именно вот кроссанами слоеному тесту я обучалась у него вот то есть разным вещам я обучалась в разных шефов допустим именно познать азы производства я ездила во францию перпиньян это юг франции к очень такому талантливому шефу оливье бажару и проходила практику такая маленькая европейская семейная кондитерская открывалась я одна и у меня были десерты на тот момент то есть такие десерты пекли только дома потому что это такие такой минимальный риск то есть ты изготовил из дорогих ингредиентов и ты сразу же продал то есть у тебя ничего не выбрасывается вот только до на дому делали там несколько по городу были кондитером принципе друг друга все знали вот когда я открывалась они все практически пальцем у виска крутили ты что делаешь как ты будешь это продавать с витрины а я горела вообще своей идеей ни о чем не думаю я вообще не думаю о финансах вот честно ни на минуту ни на секунду меня постоянно спрашивает какой у вас был бизнес-план да не было никакого вообще я сам я являюсь клиентом для крем я могу с уверенностью сказать что это одни из лучших круассанов которые пекутся в стране также самые вкусные десерты которые есть на здешнем рынке расскажите как вам удалось получить тот уровень качества и как вам удается его сохранять и поддерживать спасибо вообще вдвойне приятно общаться с клиентами я очень уважаю и вообще люблю своих клиентов я им благодарна всегда потому что самом деле а все что происходит происходило со мной это первую очередь вера моих клиентов это добрые люди которые просто щедро делились своими отзывами и тем самым вдохновляли меня касаемо продукции я сама страшная сладкоежка я очень люблю сладкая а когда мы выезжали куда-то в европу и я что-то пробовала у меня всегда это вызывало восторг я всегда расстраиваюсь почему у нас этого нет ну что в этом сложного что у нас этого нет это первое вот как раз таки то что натолкнуло меня на учебу и когда уже открывала кондитерскую я хотела делать то чему я училась только это ничего не рассматривать я у ребят спрашиваю что какая обратная связь от клиентов что они хотят еще молочная девочка красный бархат там в пипа его нет нет коллеги допустим мои говорили бы ты закроешься скоро потому что у тебя торты стоят там 10 тысяч на тот момент 6 лет назад это была ну такая внушительная сумма за килограмм торта 10 тысяч ну как ты далеко не уедешь никуда там это глупо продавать да я бывали бывали дни то есть когда нужно было буквально все сметать в мусорное ведро это очень большие расходы потому что я говорю у меня шоколад французские красители я при до сих пор использую безопасные которые ты тоже мы с я с францией либо с испании заказывала ну все ингредиенты скажем так они масло это 8 82 процентная там мука ореховая то есть это стоит таких дорогих денег опять же это не было для меня бизнесом вот бизнесом это стало когда у меня стали уже я открыла там точку на монголик ель и мы стали популярными и только я потом поняла что это бизнес понимается даже на монголик ель . мы открывали низ точки зрения бизнес нам просто нужно было расширяться а сейчас это у нас прямо уже такая идея продуктового лидерства где мы заточены на продукт на качество продукции до почему я говорю про душевность там про внутреннее состояние я очень на этом заточена в плане людей то есть мне не все равно кто у меня работает мне не все равно какие руки это делают из какой головой что каких только я людей не встречала я у меня в первое время и депрессия была и шок был и все был то есть я такая скажем так с декрета скажем так чистый человек выходит на рынок и я просто была шокирована тем какие люди приходили вроде бы с тех мест где я раньше ела какие вещи они говорили мне нет не особо хочется сейчас все говорить но на самом деле я поняла что я не хочу каких-то готовых там специалистов я стала взращивать всех сама то есть обучала мне проще было найти человека который верит мой бренд верит любит мою продукцию и доверяет кто хочет научиться чему-то то есть так вот я и начинала и по сей день у меня работают сотрудники с которыми я всегда разговариваю с которыми всегда объясняю если что-то упало то его ни в коем случае нельзя ложить обратно то есть в миску потому что и таких я встречала которые хотели норовились а там положить туда правило каких-то там секунд там они говорили мне или еще что-то там да 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 вот трех секунд значит или там норовились а все что-то поели осталось с витрины на картошку это о нет вот и поэтому как бы здесь больше работы с головой я всегда говорю своему сотруднику что они важные люди к нам не приходит просто поесть точно к нам приходят люди посмотреть на это визуально чтобы это было красиво чтобы это было полезно то есть если это даже десерты то есть чтобы они были пусть это сахар но я за то чтобы это было натурально то есть чем на всяких заменителях 25 там заменители молока того сего то есть в итоге это химия все равно то есть лучше съесть один качественный продукт где будет настоящие сливки жирные настоящее масло то есть и хорошие орехи вы используете казахстанские продукты и также европейские да 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 но знаете мало казахстанских продуктов на самом деле да что очень сложно удерживать из-за этого цены потому что ну просто на европейские общие заграничные зарубежные товары они дорожают сами знаете да там какая-нибудь инфляция все очень все дорого шоколад я до сих пор не понимаю почему у нас нет хороших продуктов молочных вот элементарно то есть сыр и сливки те же то есть никто не производит это никто не хочет этого касаться хотя я считаю у нас уже рынок потребления достаточно хороший то есть все потихонечку выходят на натуральный продукт и тем не менее нет у нас этих товаров и из того что есть там мы в основном используем это молоко сметана то есть это опять же это хорошие фирмы наши которые именно отличаются качеством масло нет в основном масло масло используем французское то есть у нас даже из того масла что есть она мне не под все подходит то есть под какие-то десерты подходит допустим там под слоеное тесто не подходит уже но то есть там все равно есть содержание воды что вообще неприемлемо для технологии слоеного теста поэтому мы используем французское масло а в сегодняшний день сколько у вас штат сотрудников около 100 уже 100 человек я кстати давно не подсчитывала надо почитать может уже даже больше это считаете вы обеспечиваетесь только семей работой да на самом деле вот очень круто в этом и состоит я считаю главная возможность ценность правда правда да именно в сложные периоды то есть мы много разговариваем об этом там с моим супругом вот что мы делаем вообще в этой жизни там в этом обществе да и и мы говорим что ну каких-то там пять лет назад мы были просто вдвоем там и думали только о себе а сейчас под нашим крылом скажем так 100 семей и это очень ответственно это кстати задает такой тон чтобы не сдаваться там есть какие-то сложности я всегда сама себе говорю ну то есть это польза все же польза которую я приношу в общество дан вы мама четверых детей при этом вы успеваете развивать свой собственный бизнес смело можно сказать средний уровень бизнеса маленького это дело как вы просто все успеваете и за детьми смотреть то есть дети уже школьники двое школьников и школьников и малышей да так получилось что за последние три года у меня появилось двое детей да но на самом деле честно часто меня спрашивают об этом да но для меня наверное больше привилегии все-таки всегда было и есть будет эта семья если я иду домой я полностью растворяясь в семье в детях то есть я практически отключаю свой телефон но это сейчас я должна дошла до такого уровня конечно когда только я затевала свой бизнес это был самый сложный период потому что мне нужно было но не невозможно знаете вот находясь прям в балансе сделать что-то одно хорошо ну то есть однозначно чем-то нужно жертвовать в какой-то момент да естественно мне пришлось там пожертвовать временем с детьми тем что там я мало уделяла время там какие-то полтора-два года когда я просто жила на работе и строила свой бренд потому что я действительно его строила сама своими руками то есть я была кондитером я была поваром я была менеджером я была закупщиком я была смм щекам то есть все было во мне на тот период мой супруг еще работал он не был в нашем бизнесе сейчас мы его ведем вместе то есть это полностью семейный бизнес а тогда я его вела сама хорошо у нас есть родители то есть наши мамы которые помогали мне с детьми но моего внимания было мало и там где-то мне как раз сын был пошел тогда первый класс я мало ему выделяла времени я не скажу что я сейчас сильно там жалею о каких-то ну ничего такого кардинального не случилось я вообще в целом считаю что вот идеального баланса она не будет что вот ты и там хорош и тут хорош ну как бы до средние я считаю себя там средние мамы которые самое главное я даю им любовь то есть я любовь даю я они у меня как бы я знаю где они я знаю чем они занимаются то есть я стараюсь проводить с ними время качественно то есть если мы едем на отдых то я только с ними то есть я ну максимум на что я отвлекаюсь это на книжке либо я очень люблю их фотографировать так давайте поговорим о вашем супруге который брал на себя какую-то часть заботы о детях наверное однозначно он работал и в какой-то период я уже понимала что я не могу на себе нести вот весь этот бизнес потому что пошли уже финансовые дела юридические там на же и бухгалтера тогда не было и тогда я ему предложила принципе мне кажется он сам уже надумывал это я ему предложила вариант того чтобы мы стали вести вместе и ну вот с того времени как он пришел в бизнес конечно он стал более таким реально бизнесом потому что он взял там все эти моменты которые я не люблю вообще то есть я не люблю считать я не люблю зацикливаться да 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 на каких-то юридических моментах все он на себя взял то что как раз он любит мы вот прям очень четко разделили кто чем чем любит заниматься да я люблю с детьми о с людьми общаться я люблю творить в общем он все делает для того чтобы я спокойно творила чтобы я занималась своим творчеством вот он изначально так вот как как поддержал меня он поддерживал и с детьми там то есть если я была на работе там а он там вечером было с детьми то есть были был период такой что я детей сутками не видела то есть он их забирал садика а сам со школой и я домой приходил там пять утра четыре утра просто чтобы принять душ и и снова с утра ехать на работу какие советы вы могли дать молодым девушкам мамам который сейчас в декре это допустим находятся которые тоже желают мечтают открыть свое дело а вы знаете я тоже всегда думаю у меня спрашивают же девушки как вы не боялись как как ним не побояться я действительно думаю как я боялась да я тоже боялась я говорила супругу своим на что он не отвечал ничего страшного есть оборудование мы его можем в любой момент продать и это будет хороший опыт вот это реально я эти слова запомнила за что я ему его всегда благодарю идеального момента никогда не будет не будет того что вас все поддерживают и все говорят да это круто это классная идея то есть родители там когда я говорила они тоже не верили в нашу идею там один только муж верил и это ну как бы он не знал что там будет дальше да вот момента не будет никогда не пытаться что-то все до конца просчитать то есть невозможно все просчитать и вообще стоит ли просчитывать если вы сильно уделяет мне кажется момент деньгам да вот там прибыли чему-то то можно очень сильно отдалиться от самого продукта от самого от качества какого-то если сильно пытаться все просчитывать то есть нужно иногда доверять своему чутью ну вот это как это не объяснить но мне кажется если реальный человек действительно начал заниматься тем что то ему доставляет удовольствие он любит то у него есть однозначное чутье ну то есть это верить этому верить тебе если действительно ну как бы идея есть хорошая ну вот как-то так да другие друзья я надеюсь история данной и советы которые она дала это все будет вам полезно приходите для крем приятного просмотра спасибо мне тоже было приятно потому что я немножко заскучала за период моего декретного отпуска в два месяца и немножко заскучала за такими простыми беседами вот где можно рассказать пообщаться так что спасибо вам